Еще раз большое спасибо всем, кто свои работы в сообщениях, в заказах присылает, ссылка на Genius. Спасибо большое, ребята. Бабочка называется, да, тут непонятно, что это за бабочка. Бабочка, которая зреет из кокона, бабочка в животе, типа, да. Что за бабочка, именно какая бабочка? Бабочка, которая опалила крылья огнем, там, ну, типа бабочка, образ бабочки и вообще форма бабочки, она по-разному, да, интерпретируется по-разному, преподносится с разных сторон, поэтому непонятно, что это, Самехада, Самехада, ракешник, да, у нас тут вот написано, по крайней мере, не знаю, что это такое. Давайте посмотрим, сколько времени человек занимается музыкой. ВМД, вот он самое отправил, да, WMD, если быть точно, так называется, бабочка, Genius прикреплен, трек прикреплен на площадке. Все отлично. Кстати, я, по-моему, вчера в описании не добавил ссылки все, да, вот этого парня, который просил сделать альбом. Ну, блин, по-моему, я это забыл сделать, сейчас я это сделаю. Нет, все уже здесь есть, да, супер. Спасибо, Дим, большое. Очень круто, да, я этого не сделал, а ты все это аккуратненько сделал. Кайф, спасибо, бро, респект. Да, наши, да, вот, видите, да, вот они, наши два монстра хип-хопа вообще, Дмитрий Холод и Котик. Так, если вам нравятся обложки, которые вы видите на рисоза творчества, видите, значок дизайнера, это вот Сергей наш, Серега, тот самый, который вы постоянно слышите. Вот он, наконец-то, в чате, да, вот участник нашего замечательного рисоза творчества. Можете накидать ему сердечек всяких разных красивых. И это, кстати, тот же человек, который придумал, да, вообще вот карточки, который придумал сайт с рейтингом, который делал сайт, он и делал мне фломастер про сайт, и делал ПП партнер с сайта, короче, все, да. Да, поэтому это, бля, батя, короче, да, батя. Поэтому, братва, это очень важный человек в нашем, в нашем огромном сообществе, я бы так сказал, да, легенда Серега, тот самый Серега, ёптю, да. Так что вот так вот, о котором вы часто слышите, но которого вы редко видите. Теперь, надеюсь, будете видеть его почаще. Так, 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 поэтому, если вам нравится сайт наш, да, вот этот замечательный сайт, вот эти все карточки. Он мне когда сказал, он такой, бля, типа, давай сделаем карточки всем артистам. Я такой, чего? Ну, чтобы, типа, там была вот карточка артиста, средний балл, все треки оцененные, вот полностью все это упорядочим, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Я такой, гоу. Да, и вот все это вот так вот происходило, да. Поэтому, не Серега Пират, но тоже легенда. База, бро, база, да. Легендарнее, чем Серега Пират даже, да. Хотя я не знаю, потому что точно Серега Пирата я не знаю. Если судить по одному треку, который мы слушали, то точно легендарнее Сереги Пирата. А так, в целом, надо ближе ознакомиться, конечно, да. До Пирата еще далеко. Все, братва, слушаем внимательно, да. Все, у меня такое отличное настроение, замечательное. Надеюсь, треки меня будут радовать. Так, 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 что у нас тут? Какая-то надпись, распись, ничего нету, да. Просто слушаем Тричалу. Бабочка, let's go, WMD. Нет? Можно привести такую метафору, что бабочка – это душа человека. А, во-во-во-во. А какого-то всего лишь физическая оболочка. Я тебя понял, брат. Не хочу видеть людей, я ушел в свое сознание. Они говорят за мной, но мои слов не понимают. Я как демон и они, я снова на воле. Открыл рот ада, и теперь я покойник. Мои зеркала закрыты, на мне маска с синягами. Я как будто бы пол смерти, убиваю себе разум. И снова, и снова я слышу тот голос, он мне кричит, из кокона выйди. И когда я умру, вылезет бабочка из этого кокона. Она будет свободной, улетит на небо и станет смотреть на другие коконы. И ждать метаморфозис. А внутри меня бабочка, а я всего лишь ее оболочкой. Никто с этим не может поспорить. Но ваши крики и моя боль просто несовместимы. Ведь это любовь не стоит ничего. Один заказ есть, да? Один одно место есть. Два заказа есть. Но посмотри мои глаза, и ты поймешь, что вместе с добром во мне есть. И зло, подрузившись во мрак, понял, кто я такой. Но этот секрет не раскроет никто. И эта бабочка вылезла из кокона. Полуубитая душа летит высоко. С порывом ветра насекомый рассекает огромное облако. Но ему уже все равно. Где-то пиру даже потратило время свое. И нуждалось во внимании и помощи мне. Он не справляется со стилем в пол. Но кому нужна простое насекомое? И когда я умру, вылезет бабочка из этого кокона. Она будет свободной, улетит на небо и станет смотреть на другие коконы. И ждать метаморфозис. А внутри меня бабочка. А я всего лишь ее оболочкой. Никто с этим не может поспорить. Сейчас мне очень интересно посмотреть, есть ли такое слово метаморфозис. Так, фильм такой, да. Так, 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 так. Название вот кино есть такое, да. Читатель, журнал. Бро, по-моему, я прав, да. Я, конечно, не очень мастер, да, именно терминологии. Но как будто бы я прав, что метаморфозис не совсем правильное название, да. Метаморфоза, наверное. Есть метаморфоз. Бабочка ждать метаморфоза, типа, да. Ну, вот это как бы да. А вот метаморфоза, это видоизменение, превращение, переход в другую форму развития с приобретением нового внешнего вида и функций. Метаморфоз гусеницы в бабочку. Ждать метаморфоза, вероятнее всего. Вот, а метаморфозис, это ждать, например, фильма можно нового, да. Не то, чтобы нового, какого он там, 2015-го, да, я не знаю, что за фильм, но вот жизнь талантливого пианиста Алексея Сенина, это репетиция, концерты, музыка. Ничего, кроме музыки. Это вот про это, да, метаморфозис. Метаморфоз, конечно, да. Метаморфоз, метаморфозис, да, как бы метаморфозис, наверное, больше на английском языке, типа, да. Но я не утверждаю, да, я не утверждаю. Может быть такое, что это действительно так, просто если нет, это жесткий проеб, реально. Потому что текст очень хороший в плане идей. То есть ты очень круто, ты очень текстоориентированный чел, который очень плохо подал свою идею. И если еще плюс к этому текст кринжатура, в том плане, что метаморфозис, нет такого слова, и оно не имеет, не подразумевает то, что ты сказал, то это так себе, бро. Метаморфозис цифровой. Я вот не вижу до сих пор такого. Как будто метаморфозис, это на английском просто метаморфоз, да, типа, ну. То есть, ну, на английском языке это, да. И в рамках твоего текста это было очень неуместно. Поэтому не метаморфозиса ждать, а метаморфоза. Просто метаморфоза. И станет смотреть на другие коконы и ждать метаморфоза. Вот, типа. А не ждать метаморфозис. Мне поначалу резонуло, но я, как бы, типа, говорю, да, я не мастер терминологии, поэтому думаю, может, я что-то не понимаю, может, я хоть что-то не знаю, бля. Метаморфоз, да. Просто метаморфоз, типа. Ладно. Подушнили хватит. Но обращай на это внимание, да, типа, проверяй, если надо, проверяй, сиди в интернете каждую, каждую фразу. Причем, ну, ты же стараешься претендовать на такую интеллектуальную подачу, так ведь? То есть ты очень круто образ запихал, да, вот полуубитая душа летит высоко с порывом ветра, насекомая, ну, насекомая в смысле бабочка, в смысле душа, да, рассекает огромное облако, но ему уже все равно, ведь оно потратило время свое и нуждалось во внимании и помощи, но кому нужно простое насекомое. Отличные образы с точки зрения, типа, кому нужна душа, там, человека, вот это все, да, чтобы душа старается, вот, выйти, так сказать, из своего кокона, вот эта вся история, да, да, да. Ну, и можно, конечно, с точки зрения философии обсудить момент, что, типа, тело не является каким-то злом, да, оно не является каким-то сдерживающим фактором, оно является лишь продолжением этого и средством, посредством чего душа, душу саму можно усложнять, прогрессировать, улучшать, да, познавать мир, любить мир, да, и наполнять свою душу усложнением, созиданием, да, так или иначе, вот, поэтому противопоставление тела, рассказ, что это, там, тюрьма, вот эта вся хуйня, как бы, это, ну, такое себе, но это уже субъективное, субъективные модели восприятия действительности, да, вот, метафизические и прочие религиозные догматы, это уже вторая история, тут, наверное, не стоит обращать на это внимание, я думаю, все-таки ближе к этому, да, пойдем. К сути, слишком ты увлечен подачей, подачей сути, в музыке суть важна, безусловно, но в 23-м году подавать так материал не пойдет, очень тебе некомфортно произносить вот этот текст, текст сложный для тебя, то есть нет такого, что ты с легкостью говоришь его, понимаешь, то есть вот, например, если вот я сейчас просто с тобой разговариваю, да, я, к примеру, начну читать какую-то сложную книгу, манера повествования, она поменяется, поэтому дикторов, к примеру, на телевидении учат, чтобы они любую заумную шнягу выдавали, как будто бы они продолжают разговаривать о пиве, да, и вот когда ты берешь этот стакан, отлично заливается, все отлично, да, и десептиконы нападают, то есть и типа ты должен соответствовать, да, артист тоже должен так делать, он должен подавать свой образ так, как будто бы он его проживает, ты не прожил свой образ, ты не подал нам про душу, про бабочку, про насекомое, ничего, у нас есть музыка, которая неплохо играет, у нас есть идея с текстом, которая красива, но которую невозможно слушать, с точки зрения реализации, это очень слабо, сейчас я попытаюсь какие-то, какую-то конкретику тебе сказать, типа откуда неуверенный фатализм, вдохновленный чем-то извне, вот, неплохое, кстати, неплохо, 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 не хватает очень экспрессии у человека, этот трек можно было делать лучше, текст и идея норм, более-менее для видно, что начинающего артиста, я его слушаю, но не слышу и не верю, да, 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 вот, вот, то есть это примерно то, что вот я пытаюсь распинаться, да, ребята не могут писать вот такие комментарии, поэтому они делают лаконично, и вот они в принципе говорят то же самое, то есть мы слышим человека, который старается, он верит в свою идею, но не слышно этого, ковер красивый, да, заморочились, типа вот она бабочка, внутри живая, красивая, нежная душа, супер, вот, с точки зрения темы и текста, бро, ну, если не брать метаморфозис, то в целом, даже вот этот, я как демон, я как демон, я как демон, я снова на воле, я открыл врата ада, и теперь я покойник, то есть тут есть какой-то пирокинезис с каким-то неуверенным фанатиком, да, который вот нам пытается что-то рассказать, и такое... Попытка контрастов отличная, отличная, то есть, что-то та-та-та, и снова, и снова, и снова, круто придумал, вот за это респект, в плане, вот здесь хорошо, четверки хорошо разделены, разделены эмоциями, разделены контрастами, все, кайф. Сейчас, какая вот из этих всех четверок больше твоя по харизме? Можно привести такую душа физически... Вот это точно мимо, вообще, руина полная, теперь я покойник, мои зеркала закрыты, на мне маска с синягами, я как будто бы по смерти убиваю в себе разум, снова и снова, я слышу тот голос, он мне кричит, и сколько нам идти? Вот это неплохо, вот это неплохо, вот это. То есть, такое, знаешь, небольшое недовольство и экспрессия, да, не совсем на низких, да, но близко так, там, вот, вот, да, что-то твое, что-то твое нативное, как будто бы. И когда я умру, вылезет бабочка из этого... Здесь ты вообще очень зажат в вокале, очень зажат. И когда я умру, я стою и записываюсь, я на микрофоне, от страха умру, надоело смотреть мне по кругу в загоне, и страшно все тут, что же скажет фломастер на своем разборе? Вот, ну, типа, и пиздец, понимаешь, типа, слышно, что ты очень зажат. То есть, вот, на прошлом стриме, типа, был чел, который советовал в чате, типа, перед записью проораться, да, пиздец, проораться. Но ты не можешь легко этот текст исполнить, потому что он сложный, он не нативно у тебя идет. Это как будто бы отдельно написанный стих, который ты решил подать на инструментал. И оно не идет у тебя. В целом, очень плохо структура припева построена. И станет смотреть на другие коконы и ждать метаморфозис, понимаешь? Оно пу, ту, пу, ту, пу. Какая-то угловатая мешанина лезет, короче, знаешь. Та-да-да-да-да-да-да. Вот, допустим, когда пиро это делает, да, пирокинезис, он тоже может петь там про какого-нибудь бога смерти, он может петь не совсем в такте. Но у него вот это плетение, оно как бы одинаковое, да. Кокона этого где-то свободно и потом улетит, и смотрите, она коконы. Че там метаморфозис и внутренний бабочка, че-то оболочка, поспорить никто тут. Понимаешь, оно через жопу все идет, но при этом довольно ровно оно продолжает идти. А у тебя нету вот такого, да, нету, нету, короче, целостного. У него единая атмосфера, ты в нее погружаешься и такой думаешь, да. То есть поначалу слушаешь, ну что за хуйня вообще, типа. Я поначалу, когда слушал, услышал Пирк Нейса, я тебе думаю, так, это полная хуйня. Потом я понял, что чел подает с харизмой, он в нее верит, у него есть стиль. У него хороший текст, и потом с большими-большими прослушиваниями, типа, это начало. Где-то года полтора назад, да, у меня начали заходить треки Пиро Кинейса, и вот оно пошло, пошло, пошло. И типа, да, это действительно так. Вот так вот. Вот так вот. Так. Ну, вроде вот так вот, дружище. Да, не, братва, харе это не харе. Че, наша задача не просто, блядь, обосрать там или похвалить трек. Наша задача помочь человеку продвинуться туда, куда он старается продвинуться. А продвинуться он старается вот в такое звучание, в смысловую подачу посредством рок-музыки, да, вот своих эмоций. Очень зажат ты. Структура, которая тебе вообще не дает быть свободным. Вот, к примеру, ты хочешь сказать, она будет свободной, чтобы улететь на небо. А у тебя штоп, допустим, она будет свободной, улететь на небо. Все, у тебя повествование сломалось, понимаешь? То есть, ты когда воздух набрал, и что ты хочешь сказать. А потом это хочешь повторить. И вот если вот в этом моменте ты делаешь искусственные какие-то вкрапления и ломаешь свой ритмик, куда у тебя получается вот так. Не знаю, понятно ли то, что я говорю. Поэтому чувствуется зажатость, чувствуется проблема с вокалом и просто очень хорошая история. Очень хорошая история. С кринжовым метаморфозисом, да. Не знаю, вроде... Вроде максимально понятно сказал. Мапчик прислал, да. Жаль, что этот трек не выйдет. Дэм, бро. Спасибо тебе большое. Что там за трек, который не выйдет, и почему он не выйдет, и почему жаль. Посмотрим, жаль или нет. Спасибо тебе большое, дружище, за поддержку. Сейчас посмотрим. Мы оценим трючок бабочка. И посмотрим клип славы. Мерлоу. Так. Так, 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 так. Чего, 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 чего? Когда мы были на студии, он был уверенный в себе потому, что человек пишет такую музыку давно, и сейчас решился сделать трек, который он выпустит. Я считаю, что дальше больше этот разбор даст ему толчок в такой музыке. Супер, отлично. Ронакс, я не знаю, ты, вероятно, человек, который так или иначе взаимодействует с ним. Спасибо тебе большое за комментарий. Спасибо тебе большое за комментарий. Я очень надеюсь, да, что наши разборы являются полезными. То, что люди пишут в чате, то, что они слышат как зрители, то, что я говорю, слушаю тоже как зритель, в общем-то, да, по большей степени слушатель, любитель музыки. Поэтому вот все вместе мы попытаемся так или иначе помочь. Даже наше засирание, оно тоже имеет с собой цель, да, типа так или иначе подполкнуть человека к чему-то хорошему, что ли. Рифму образа. 9, бро, я готов тебе поставить 9. Хорошие образы. Хорошие образы. Структура этих образов. Кринж, метаморфозис, ну вот поэтому не 10, да. Структура 5, я думаю. Нет, 6, потому что ты в куплетах стараешься делать разнообразно. Но то в рамках этих даже партов, четверок, оно выглядит куца, криво, косо. И душновато, да, поэтому 6. Реализация стиля. 3 балла. Да, нет, 4 балла. Все-таки местами более-менее ты по дикции попадал, нормально было. С видос, ну, пойдет, да, нормально звучит. Более-менее громкость слышно, по крайней мере. Харизма. 3. 4, да, тоже 4. Атмосфера вайп. Честно, блин, 1 балл. Да, 1 балл. Припев, потому что руина дикая, вообще не вывозишь ты. Текст невозможно услышать за счет того, что не качает и не вайбит ничего. Здесь четверка, да. Вот такая история. Надеюсь, это было круто. Да. Это морфозис. Так, этот ручок мы, конечно же, добавляем в плейлист спонсоры. Пока для фрешменов рановато. Кому интересно, можете пройти сюда. Видишь, как идет структура моего повествования. Одинаковый тембр. А если уже ломается и звучит. Понимаешь? Вот разница между подачей. Да.